Евангелие от Луки Досточтимые друзья, мы продолжаем наши занятия по Евангелию от Луки, и сегодня мы будем изучать третью главу этого Евангелия. Она начинается словами в 15-й же год правления Тиберия, Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Удее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисане четверовластником в Авелине при первосвященниках Анне и Киафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Итак, в этом отрывке, который мы прочитали, обращает на себя внимание перечисление разных правителей, начиная с Тиберия, Кесаря и Понтия Пилата, который тогда начальствовал в Иудее, и перечисляются имена других, что именно в это самое время при первосвященниках Анне и Киафе был глагол Божий к Иоанну, то есть Иоанну Крестителю, сыну Захарии в пустыне. Зачем перечисляются имена этих правителей? Блаженный Феофилак пишет, «Справедливо упомянуто о времени и о властителях, чтобы показать, что при Христе прекратилось преемство начальников иудейских, поскольку егемоном был Пилат, человек из другого народа, четверовластники, сыновья Ирода, осколонитянина, и чтобы потому за верное было принято, что пришел Христос по пророчеству Якова». Пророчество Якова мы находим в книге Бытия, 49 глава, 10 стих, где прямо говорится о том, что Мессия Христос придет в этот мир, когда Скипидор царской власти будет отнят от дома Иуды, и когда первым царем над евреями станет нееврей. Так и исполнилось во дни Ирода, а здесь описываются события, связанные с началом проповеди Иоанна Крестителя и общественного служения Иисуса Христа, которое называется иначе «Явление Христа народу». И мы с вами определились, что до 30 лет Господь наш Иисус Христос был в повиновении у Девы Марии и обручника Иосифу, что Он преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. То, что преуспевает, возрастает, это то, что связано с истинным человечеством Христа Иисуса. Его божество, оно пребывало неизменно, потому что божество никак не может усовершенствоваться, потому что оно уже есть абсолютно совершенное, тем более никак не может ухудшиться, потому что совершенство Бога – это и есть совершенство Бога. Мы прочитали, что был глагол Божий к Иоанну. Славяно-русское слово «глагол» означает действующее слово, действующее слово, которое, оно действительно является Господним руководством к действию. И когда подчеркивается именно значение действующего слова, говорится о слове, как о глаголе, как о глаголе. Но мы уже с вами знаем, что сама вера в христианском понимании – это есть прежде всего действие. Вера есть осуществление ожидаемого, пишет апостол Павел в послании к евреям, то есть сначала действие, и лишь потом умозрительная уверенность в невидимом. Поэтому действие, глагол, то, что связано с действием, всегда будут стоять на первом месте, когда говорится о Божьем слове, потому что Божье слово обладает творческой силой. Когда Бог говорит «да будет свет», то сразу возникает свет, когда Бог говорит «да будет твердь», возникает твердь. Бог, действующий в этом мире, Он действует как суверенный правитель над всем мирозданием. Про Яна Крестителя мы уже с вами знаем, кто его родители, об этом мы рассуждали на прошедшем занятии. Но на некоторые моменты мы должны обратить внимание. Его миссия заключалась в том, что Он должен был приготовить путь к грядущему миссии. Так, например, Хроматий Аквилейский в трактате на Евангелие от Матфея писал «Итак, эти пути милосердия и истины, веры и праведности приуготовил Иоанн. О них же Иеремия свидетельствует так «Встаньте на путях Господних и рассмотрите пути вечного Бога и увидите, где путь Господен и идите по Нему». Здесь дается ссылка на Иеремию, 6 глава, 16 стих и далее Хроматий Аквилейский пишет «И так, как на этих путях находится Царство Небесное, святой Иоанн не без основания прибавил, то есть, начиная свою проповедь, приуготовление приблизилось Царство Небесное. Так, желаешь ли ты, чтобы и к тебе приблизилось Царство Небесное, приуготовляй эти пути в своем сердце и в своем уме, в своей груди, проложи в себе путь целомудрия, путь веры, путь святости, «Создай пути праведности, удали все соблазны, обиды из твоего сердца, ибо написано «Уберите камни с дороги»» Исайя 44 «И действительно, тогда, через помышление твоего сердца и движение твоей души, словно по неким тропинкам, по всему этому входит Царь Христос». Конец цитаты. Хроматий Аквилейский настаивает на том, что Иоанн Креститель, как притеча Господен, он не просто приуготовлял пришествие Христа, точнее, его явление народу, но он приуготовлял сердца тех людей, которые должны были пережить встречу с Иисусом Христом. Убрать камни с дороги означало убрать все сомнения, которые могли быть у людей. Встать на путях Господних означало занять деятельную позицию при встрече Господа, грядущего в народ. Мы знаем, что Иоанн Креститель одевался очень просто и по этому поводу святитель Иоанн Златоуст писал «Было необходимо, чтобы притеча того, кто должен был упразднить все древнее, а именно тяжкий труд, проклятие, печаль и пот, сам имел некоторые знаки такого дара и был выше древнего осуждения. Он, Иоанн, не обрабатывал земли, не рассекал борозды, не ел хлеб в поте лица, но имел готовую еду, одежду находил легшей еды, а о жилище заботился еще меньше, чем об одежде. Он не имел нужды ни в крыше над головой, ни в постели, ни в столе, ни в чем другом подобном, но, будучи воплоти, вел какую-то ангельскую жизнь. Для того он и носил власяную одежду, чтобы ее видом научить нас удаляться от человеческого и не иметь ничего общего с землей, но возвращаться к прежнему благородству, в каком пребывал некогда Адам, прежде чем стал нуждаться в платье и одежде. Таким образом, сам вид Иоанна служил знаком и царского достоинства и покаяния. То есть, смиренный вид Иоанна Крестителя указывал на такую, если хотите, царственную беспечность, он как бы пренебрегал всем земным, живя не в городе, не в селе, а в пустыне. Конечно, немного непонятно, почему проповедь Иоанна Крестителя начинается в пустыне. И по этому поводу блаженный Феофилакт задавал вопрос при комментарии на Евангелие от Матфея, где тоже рассказывается об Иоанне Крестителе, а почему он проповедует не в городе, не в селе, не на распутье дорог, а именно в пустыне. Какой в этом был смысл? На самом деле это было связано прежде всего с тем, что он возвращал таким образом еврейский народ к истокам их веры. Этот народ сформировался как народ Божий в пустыне, когда они выходили из египетского рабства, они 40 лет ходили по пустыне, где Бог обучал их своим заповедям. Таким образом, Писание показывает нам, что мы все нуждаемся в обновлении веры. в христианском случае мы всегда нуждаемся в обновлении обетов крещения, которые мы давали сами или за нас эти обеты крещения давали наши крестные родители. А так как евреи получили закон в пустыне, почему в пустыне? Чтобы ничто не отвлекало посторонние, чтобы они были сосредоточены только на тех глаголах вечной жизни, которые они получали, ибо заповеди даны, как общеизвестно, не для смерти, но для жизни, и, исполняя их, человек мог жить ими. Но святые отцы называют и вторую причину, почему он проповедует в пустыне. Он хочет показать им их настоящую внутреннюю пустоту. Когда человек живет в городе, у него есть иллюзия стабильности. Помните, однажды апостолы показывали Иисусу Христу красивые здания и говорили, посмотри, какие они, на что Христос сказал, истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне. Город – это искусственный мир. Первый город построил Каин, первый человек-убийца на земле. Это попытка отгородиться от естественного мира, который создан Богом от мира природы. искусственное образование. И там возникает иллюзия, что человек защищен, что все, что в этом городе для человека и во имя человека, и человек верит в эту иллюзию, не понимая, что он всего лишь кирпичик в этом здании, и само построение этого здания грандиозного, подавляющего нас своим величием, имеет целью опрокинуть наше сознание в некую иллюзию. И напротив, смотрите, все проповеди Иисуса Христа самые возвышенные произносятся на лоне природы. Он проповедовал на горе блаженств на фоне Генесаретского озера, он проповедовал на берегу Иордана, он проповедовал в разных пустынных местах поближе к природе, он как бы выводит людей из душных городов, чтобы ландшафтом для этих бесед и наставлений был бы мир, созданный Богом, а не искусственный мир, созданный человеком. В настоящее время проблема искусственного мира, это проблема, которая очень давляет над нашей молодежью. Они провалились в виртуальный мир интернета, и они нуждаются в настоящем исходе из пространства интернета, потому что они заблудились в разных сайтах, в разных площадках интернета, и они не могут никак собраться с мыслями, потому что в интернете все фрагментально, когда человек прыгает с сайта на сайт, нигде не задерживается надолго, скачивает фильмы, которые не смотрит, аудиокниги, которые не слушает. Действительно, самый страшный бес современного человечества, это бес хронофак, это бес, который пожирает наше время, который начинает обрабатывать нас, этот лукавый бес, с самого утра, когда мы сидим на диване, ничего не делаем, сидим перед монитором компьютера, тоже ничего особенно не делаем, как я уже сказал, скачиваем фильмы, которые не смотрим, и аудио, которые не слушаем, и книги качаем, которые не читаем. И то, что проповедь Иоанна Крестителя начинается в пустыне, надо было показать, что иллюзия городской жизни, такой полновесной, полноценной, это иллюзия, за которой люди не могли рассмотреть свою собственную пустоту, а здесь в пустыне они лучше могли все это рассмотреть каждый в самом себе. Поэтому он проповедует в пустыне, не в городе, не в селе, не на пересечении дорог. И далее евангелист Лука пишет, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, то есть пророк Исаия предсказывал об Иоанне Крестителе, «Глаз выпиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора, и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Блаженный Феофилак пишет, «Путь, который повелевает уготовить, есть образ жизни по учению Христову, ибо Господь вскоре имел проповедовать стези суть заповеди закона как бы уже истёрты, то есть ветхозаветного закона, как бы уже истёртые, повелевает делать их прямыми, потому что фарисеи развращали заповеди под путём, можно разуметь, и душу, а под стезями помыслы и дела. И так нам должно уготовлять душу и делать правыми дела и помышления наши. Потом как бы кто-либо спросил, как же мы совершим это, ибо добродетель нелегка для исполнения и встречает много козни и препятствий и от лукавых сил и от живущих в нас страстей. Отвечает, что ничто не будет трудно, но всё удобно, ибо долины наполнятся, то есть естественные наши силы, ослабевшие для добра и пришедшие в низкое состояние восполнятся. Всякая гора и холм, то есть противные силы и пожелания, кажущие си нам вложенными с природой поистине ослабели и всё сделалось ровным и кривое переменилось напрямое. Прекрасный комментарий даёт блаженный Феофилакт. Действительно Христос пришёл для того, чтобы долы, пустоты, впадины наполнить то есть если кто-то нищ духом, он может рассчитывать, что Господь позаботится о его наполнении. Правда, немножко непонятно, почему в Нагонной проповеди говорится «блаженны нищие духом». ведь нищие духом это те, которые осознают свою духовную несостоятельность и свою духовную пустоту. Они блажены, потому что прося у сокровища благих и жизни подателя Господа получают. Как и Христос однажды сказал, если сын попросит у отца рыбу, неужели он даст ему змею? А если сын попросит хлеба, неужели он даст камень? тем более Отец Небесный даст благо, благодать Духа Святаго просящим у него то есть этих благ. А горы, которые надо принизить, это горделивые позиции разных людей, которые принадлежали к политическому эстаблишменту, религиозному, церковному, ветхозаветному эстаблишменту, к пришествию Христа, это все надо было выровнять, убрать все кривизны. Человеческая мысль в ветхозаветной церкви, она исказила смысл многих заповедей, Божьих уставов и постановлений. Блаженная Августина однажды написал такие слова «Только эти книги свершенного писания есть истина абсолютная, никак не поврежденная». И далее он добавляет «Я читал некоторых авторов из современных, которые пишут, многое в их книгах не так, как надо было бы написать, поэтому важнее всего слова пророков и апостолов». И когда мы влюбляемся в библейское откровение, это правильная влюбленность. Мы не можем жить без Слова Божия, как и сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, то есть глаголом, исходящим из уст Божьих. Если мы хотим пережить встречу со Христом в этой жизни, мы тоже должны наполнять наши долы и принижать наши горделивые возвышенности, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И далее мы читаем Иоанн приходившему креститься от него народу говорил порождение и хитнины кто внушил вам бежать от будущего гнева. Иоанн он так говорил несколько резко наверное для того, чтобы люди обратили внимание на то, что он говорит. Невозможно убежать от гнева Божия. Можно спрятаться от полицейского расследования, можно избежать наказания от прокуратуры, можно вообще прожить жизнь так, что ты не будешь ни за что отвечать из того, что ты натворил дурного. И некоторые люди мечтают до смерти быть защищенными от человеческого возмездия, а потом, когда они умирают, их взрывают в могилу и такой мощный памятник ставят из мрамора чаще, цементируют все вокруг как бы в надежде, что никто уже теперь не потревожит усопшего грешника. Но невозможно спрятаться от суда Божия. Этого сделать невозможно. Поэтому Иоанн Креститель говорит, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Он не говорит от настоящего гнева. Можно подкупить земного судью, но как ты подкупишь судью небесного, когда Христос сядет на престоле суда и будет судить народы, которые соберутся перед Ним? Или какой выкуп даст человек за душу свою в тот день? И Иоанн Креститель не просто обличает этих людей, он предлагает им путь исправления. Как Абва Дорофей писал, «Даже не подходи близко никакому человеку со словами обличения этого человека, если у тебя нет для него слов исправления». Иоанн Креститель, сказав о неизбежности грядущего гнева, предлагает пути исправления. Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам». Итак, Иоанн Креститель предлагает сотворить достойный плод покаяния. Что такое достойный плод покаяния? Давайте посмотрим, что писал Иларий Пиктовийский, это его комментарий на Евангелие. Он призывает их сотворить достойный плод покаяния, чтобы они не похвалялись, что Отец у них Авраам, потому что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Ведь требуется не родство по плоти, но исследование веры, таким образом достоинство происхождения заключается в уподоблении делам благочестивых предков и слабо рода сохраняется благодаря подражанию их благочестию веры. Дьявол не верен, Авраам верен, ибо первый дьявол вероломством погубил человека, а второй Авраам оправдался своей верой, и так нравы и жизнь каждого человека приобретают благодаря кровному родству, так что те, кто верны, являются по вере потомками Авраама, а кто неверны из-за неверности обращаются в детей дьявола. Илари Пихтовийский поднял очень серьезный вопрос, этой темы мы касались, евреи очень гордились своим происхождением от патриархов, от Авраама, Исаака и Якова, но такая религиозная гордость, она может проявляться и в мире православия, когда мы гордимся, вот мы русские, наши предки с времен князя Владимира оберегают эту святую веру. Но мы не можем жить заслугами предков, если мы не подражаем самой жизни наших благочестивых предков и отворачиваемся от образа жизни наших предков, когда они поступали неправильно. Мы всегда можем выбрать, чему мы можем подражать из жизни наших предков, от чего мы должны отвращаться. Кирилл Александрийский в своих евангельских комментариях пишет, «Можно было бы сказать, что плоды покаяния – это в первую очередь вера во Христа, а кроме того и евангельское жительство в обновлении жизни, освобожденное от дебелости буквы». Что такое евангельское жительство в обновлении жизни, освобожденное от дебелости буквы? Человек должен не только читать Евангелие, он должен стремиться жить по Евангелию, а дебелость буквы может заключаться в том, что человек может выучить многие евангельские тексты наизусть, но если он не живет по этим текстам, если он не воспринимает библейское откровение как господнее руководство к действию, ничего хорошего не произойдет в его жизни, как писал и апостол Павел, что буквы иногда убивает буква библейского откровения, а дух животворит. Кто-то может спросить, а почему Иоанн Креститель так грубо говорил об этих людях по рождении Хиднины, что он имел в виду, говоря именно так? И мы посмотрим истолкование хроматии Аквилейского. Однако святой Иоанн прогонял фарисеев и саддукеев, приходящих к нему креститься, говоря «По рождение Ихиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния». Тех, кого издавна называли сыновьями Бога, теперь справедливо в наказании за преступление называют порождениями Ихиднины, потому что, творя волю дьявола, который с самого начала был назван змием, они сами себя назначали сыновьями дьявола, как гласит Евангелие, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Конец цитаты. И точно так же Иоанн Богослов в своем послании пишет, в своих посланиях пишет, «Кто делает грех, тот от дьявола». То есть, мы можем иметь действительно благочестивых родителей, таких, как Авраам, Исаак и Яков, в конце концов, как наши благочестивые православные предки, но если мы не подражаем их образу жизни, это едва ли нам поможет. Потом парадокс заключается в том, что очень часто у благочестивых людей рождались неблагочестивые дети. Первенец Авраама был Измайл, разбойник. Первенец Исаака был Исаф, негодяй, злодей. Первенец Иакова был Рувим, прелюбодей. И мы видим, что у царя Давида был непутевый сын Авесолом, который был, как о нем говорится в Библии, самым красивым человеком того времени. И если бы он выступал на конкурсах, какой мужчина самый красивый, он брал бы приз, но он оказался непутевым сыном. Он надругался над своим отцом, войдя в его шатер, где были жены отца в отсутствие отца. И если вы когда-нибудь будете близ Иерусалима, там есть место, некий склеп, который Авесолом построил сам себе. И каждый еврей, проходя мимо, берет камень кидает в это древнее сооружение, потому что это был непутевый сын очень благочестивого отца, пророка и царя Давида. И таких примеров очень много. Не только в библейской, но и в отечественной истории, в мировой истории. Поэтому то, что эти книжники фарисеи говорили, мы дети Авраам, но они не жили по мере Авраам. Иоанн Креститель называет их порождение Ихиднины. То есть он говорит, вы, скорее всего, порождение Ихиднины, потому что вас не наблюдается благочестие Авраама, Исаака и Якова, а то, как вы себя ведете, это очень неправильно. И Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам. О чем это говорит Иоанн Креститель? Там было положено, как при каждом большом скоплении народа, чтобы присутствовали римляне, центурионы, которые следили за порядком, выполняя свои полицейские функции. И, скорее всего, Иоанн Креститель указал на них и сказал, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама, потому что они действительно как камни тогда были, эти римляне, они не понимали еврейской проповеди, они просто стояли и наблюдали за скоплением народа, чтобы не было никакого беспорядка. Но так и получилось. Еврейский народ отпал от благодати, а в Риме была создана римская церковь, италийская церковь, когда многие люди, которые были язычниками, стали добрыми христианами. И Иоанн Креститель говорит, уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. О чем это? Давайте посмотрим объяснение Илария Пиктовийского, древнехристианский экзегет, который жил до 8 века. Секира, лежащая при корнях деревьев указывает на преимущественное право власти Христа. Посечение и сожжение бесплодных деревьев обозначает истребление пагубного вероломства, которому уготован судный огонь. Но, может быть, Иларий не прав. Разве Христос посекал кого-то? Нет, в первом пришествии Он никого не посекал и ни на кого не сводил огонь. Но именно в первом пришествии Он говорил, я пришел не судить мир, но спасать мир. А во втором пришествии Он придет уже как грозный судья, который воссядет на троне славы и отделит людей, как пастырь отделяет овец от козлов и одних поставит справа от себя праведных, а других слева. И праведные услышат слова «Войдите, благословенные, в покой мой, уготованный вам от сотворения мира, и услышат те, которые слева, идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Блаженный Иероним Стридонский истолковые слова «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» пишет «Камнями он называет язычников из-за их жестокосердия». Прочти пророка Изекииля «Возьму, говорит, от вас сердце каменное и дам сердце плотяное». Камень – образ жестокости, а плоть – мягкости. Или же просто Иоанн указывает на всемогущество Божие, потому что создавший все из ничего может из наитвердейших скал сотворить народ». А что удивляться? Бог создал человека из праха земного, а состав праха мало чем отличается от состава скалы, например. А в Писании так и сказано. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И далее мы читаем, какая реакция была на проповедь Иоанна Крестителя и спрашивал его народ, что же нам делать? Здесь вот мы видим реакцию простого народа. Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли мытари креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины. «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалобанием». То есть, это были наемники. «Когда народ народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, и Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопаты его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Итак, Иоанн Креститель настаивает на том, он настаивает на том, что люди должны переживать духовные нравственные перемены, если они хотят идти путем исправления. И если они не способны на такие перемены, они могут ожидать грядущее наказание. И он объясняет, что Христос придет в этот мир как тот, который с одной стороны будет крестить Духом Святым, с другой стороны действовать как обличающий и наказывающий судья. на самом на самом деле Иоанн Креститель дает оценку двум пришествиям Христа. Цель первого пришествия приуготовить сердца людей, очистив их своей кровью к принятию Духа Святаго. То, что называется крещение Духом Святым и то, что мы переживаем в таинстве святого мира помазания. мира помазания. А именно о втором пришествии, когда он придет как судья, сказано «А солому сожжет огнем неугасимым». И далее евангелист Лука переходит к событиям в следующем. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, то есть от Иоанна Крестителя, обличаемый за Иродиаду, жену брата своего и за все, что делал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, то есть это было маленькое отступление о том, как окончится жизнь Иоанна Крестителя, и здесь Лука возвращается уже собственно к временам, о которых пишет. Когда же крестился весь народ, и Иисус крестившись молился, отверзлась неба, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий, ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Из других Евангелий мы узнаем о том, что когда Иисус Христос пришел креститься на Иордан, то Иоанн Креститель удерживал его и говорил, это мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне креститься. На что Сын Божий сказал, что надлежит исполнить всякую правду, всякую правду, и тогда Иоанн допускает его до крещения. Само событие крещения Господня также называется в Писании день, точнее, в церковной традиции, день Богоявления. Почему? Потому что Иоанн Креститель оказался первым человеком, который созерцал тайну Святой Троицы. Он видел Сына Божия, стоящего в струях Иордана особо, он видел Духу Святаго, который в виде голубином носился над головой, Сына Божия особо, из осеняющего облака славы слышал глаз Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне Божьем, Ты, Сын мой возлюбленный в Тебе или в Котором мое благоволение. Подобное свидетельство будет на горе Преображения, когда тоже появится осеняющее облако и раздастся глаз, но там будет некоторое дополнение. Вот здесь просто было сказано, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. А в День Преображения Бог Отец добавит Его слушайтесь. Почему же здесь Бог Отец не говорит Его слушайтесь, потому что Христос еще не вышел на общественную проповедь. А когда в День Преображения Бог Отец будет свидетельствовать о Сыне, к этому моменту была уже и на горной проповедь, множество притч, которые изрекал Господь наш Иисус Христос. Далее Евангелист Лука пишет, Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати. Какое это имеет значение? Это имеет огромное значение, потому что именно в этом возрасте по закону Моисееву человек мог приступать к исполнению священнических обязанностей. Это связано также и с тем, что Иосиф прекрасный, который был прообразом Христа Спасителя, он становится владыкой над Египтом, когда ему тоже было тридцать лет. Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати и был, как думали, сын Иосиф, Ильев, Матфатов, Левин, Мелхиев и перечисляются имена в обратном порядке до Сифов, Адамов, Божий. Всего мы насчитываем здесь 77 имен. Какое значение имеет эта цифра? В книге Бытия есть удивительная история, в которой рассказывается о том, как один каянит по имени Ламех, он имел двух жен Аду и Цилу. И вот этот Ламех начинает каяться перед своими женами. Он говорит, если я убил мужа, вот то-то, то-то мне должно быть в наказание, если я убил отрока, вот то-то, то-то мне должно быть в наказание. Но тут же делает оговорку. Если за Каина за Каина отомстится в Семеро, то-есть в седьмом поколении, то за Ламеха, он говорит о себе, отомщение за его грехи будет в 77 поколении, в 77 поколении. Когда жил Ламех, тогда еще был жив Адам, первый человек, особенно тогда, когда Ламех говорил эти слова. То есть он говорил, пройдет 77 поколений, и за каждый грех будет совершено отомщение. Каждый грех будет искуплен страданием некого человека, который родится тогда в этот мир, и он понесет на себе грехи всего мира. И блаженный Августин, комментируя слова Ламеха, прямо говорит, да, Ламех был каианит, да, он был грешник, вообще он придумал многоженство, но он каким-то удивительным образом ощутил, что в этот мир придет спасение. И оно придет в 77 поколении от Адама, и тогда будет искуплен каждый грех всех людей от Адама до того времени, когда в мир явится Избавитель. Таким образом, Ламех предсказал именно пришествие Христова и то, что в Иисусе Христе совершится искупление грехов всего рода человеческого. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели третью главу Евангелия от Луки. Здесь есть интересные темы и главный вывод, который мы можем сделать из рассмотрения этой главы. Это то, что, служа Богу, мы можем рассчитывать на особое Божье благословение, но мы и не избежим наказания, если будем делать то или иное дело Божие с каким-либо небрежением и невниманием. мы увидели здесь удивительное число имен, которое символически было обозначено еще Ламехом, который, несмотря на свою греховность и дурное происхождение, пережил пророческое озарение, когда столкается перед своими собственными женами, ибо Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И когда Ламех как бы унизил себя самого в глазах собственных жен, он узрел, когда придет спасение, избавление для всего рода человеческого и для того преступления, которое он лично совершил персонально. Какое же преступление совершил Ламех? Это будет последняя тема сегодняшней беседы. Каину было предсказано, что в седьмом поколении будет возмездие за его грехи. А Ламех как раз являлся седьмым от Каина. И Ламех, он имел сына, которого звали Тувал Каин. Тувал Каин был ковыч всякого орудия, оружия для смертоубийства. Когда Ламех был уже пожилым, у него зрение очень сильно ослабло. И Ламех пошел на охоту, он любил очень охоту, а его поводырем был его сын, который указывал ему, в какую сторону надо стрелять. Этот же сын изготовлял эти стрелы, это оружие. И они шли, и вдруг в кустах началось какое-то движение. И Тувал Каин посмотрел, увидел какую-то мохнатую голову. И он отцу, который плохо видел, говорит, стреляй туда! И направил, в каком направлении надо стрелять. И когда Ламех стреляет, он убивает кого-то, они сквозь заросли подходят к трупу и видят, что это Каин, которому действительно отомщение от Бога пришло в седьмом поколении. И тогда от раскаяния Ламех пережил, что он убил своего праотца. Он развел сильно руками и луком зашил насмерть своего отрока Тувалкаина. Таким образом действуют Божьи суды. Убийца все-таки понес наказание, и это благо для убийцы получить уже в этой жизни наказание, потому что по божественным принципам действует правило, что заодно дважды не наказуют. Если убийца был убит, то это для него благо. Как сказано, благо грабителю, которого обворовали. А если человек не понес наказание в этой жизни, он понесет наказание в будущей жизни. Но Ламех очень расстроился, что он прибил своего сына Тувалкаина. Но Тувалкаин был человеком, который изготовлял орудия смертоубийства. Он участвовал в этом бизнесе, и он стал жертвой от этого же орудия. То есть зло всегда возвращается к человеку, который его сотворяет в том или ином виде. То есть справедливость Божия, она существует в этом мире, и рано или поздно каждый понесет наказание за то, что он садил. Но Ламех был посвящен великую тайну, тайну грядущего искупителя, который омоет своими страданиями весь род человеческий, начиная с первого человека Адама. И по преданию мы знаем, что когда Христа распинали на горе Голгофа, иначе оно называется лобное место, почему лобное место, имеется в виду лоб. Предание учится, что когда Адам умер, его положили на горе и не знали, что делать с мертвым. Как бы не было опыта у людей погребения, от солнца кожа стала сползать через несколько дней с олба. И тогда люди засыпали его землею, а это место назвали лобное место или гора черепа. И когда копали яму, для того, чтобы туда поставить крест, укрепить, они выкопали череп Адама, реальный череп Адама, и когда они укрепляли крест, они этим черепом подперли, там, камни всякие брали, все, чем можно подпереть, и кровь Христа стыкала прямо на голову Адама, на его реальный череп, на этой горе черепа, то, что по-еврейски называется Голгофа. Иоанн Креститель проповедует о Христе именно как о Спасителе мира, но также, как и о том Судье, который придет и восстановит принципы абсолютной справедливости, когда он будет вершить свои суды. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы приступаем к изучению четвертой главы Евангелия от Луки. Спасибо всех, Христос! Помолимся! Голгофа. Спасибо! Спасибо! Спасибо!